всем привет мы продолжаем писать приложение clients на чистом java скрипте и это девятая часть в прошлой части мы реализовали добавление модального окна при нажатии на кнопку изменить данные у меня немножечко севший голос потому что я приболел вот не обращайте внимание и так мы перейдем в редактор кода перейдем откроем с помощью клавиш control джей консоль и через консоль перейдем в папку с сервером и запустим этот сервер not индекс индекс названия файла где лишь где написано логика сервера мы запустили сервер и теперь мы индекс html откроем в браузере с помощью расширения помощью расширения life-server отлично мы нажимаем на кнопку изменить и у нас появляется модалка если мы посмотрим на макет то рядом с тайтлом изменить данные также нас выводится айдишник этого клиента да то есть у нас есть айдишники и он должен быть равен айди этого клиента давайте реализуем это айди то есть мы перейдем в нашу функцию edit client закроем консоль а здесь получим точнее создадим новый элемент это будет например тайтл айди документ клеить элемент это будет например обычный спан добавим ему класс модалл айди точка класс лист и текст контент и мы зададим таким образом чтобы у нас если мы посмотрим на макет то у него здесь 6 символов у нас получается здесь мы получаем этой функции наши данные клиента до туда и мы напишем что . текст контент у нас будет равняться большие буквы айди как в макете вот двоеточие и и с помощью конкатенации напишем плюс дата такс дата . айди . сап там стр у нас будет получается с нулевого по шестой символ и теперь мы обратимся к нашей переменной create форм обратимся к точку точка у нас есть модул тайтл и мы туда положим этот тайтл айди а пэнд тайтл айди сохраним теперь посмотрим в наш браузер откроем модалку у нас появился наш айдишник и теперь нам просто осталось написать для него стиле чтобы он был у нас как в макете зайдем в инспект посмотрим на его стиле у нас получается фонт сайд с 12 пикселей он твэйд полор отлично мы пойдем наш файл модул и здесь напишем просто . модул айди напишем что это у нас будет дисплей онлайн блок также сделаем небольшой отступ слева например 10 пикселей чтобы у него был промежуток между тайтлом сделаем также фон твэйд 400 сделаем фонт сайт помогите 12 пикселей и цвет колор у нас будет silver челес вот таким вот образом если мы сохраним посмотрим теперь опять на этой иди то отлично он у нас теперь выглядит так же как и на макете и и теперь давайте сделаем так чтобы при нажатии на удалить клиента у нас теперь так же он удалялся клиент сервера для этого мы перейдем опять нашу функцию edit client наш файл файла edit client вот и здесь напишем для кнопки cancel биттн к обратившись к ней через клейд форм точка кенту биттн напишем для нее обработчик клика у нас будет здесь происходить превент дефолт конечно же вот и мы здесь будем вызывать нашу модалку по удалению клиента то есть это получается у нас дилит модал дилит модалл дилит модалл за импортим эту функцию напишем импорт фром у нас есть крейт дэвид модалл . gs и там у нас есть дэвид модалл дэвид клиент модалл дальше мы будем обращаться к нашему документу . body и помещать туда так с аппенд помещать туда эту модалку то есть дэвид модалл точка дэвид модалл точка дэвид модалл и также воспользуемся здесь динамическим импортом импорт у нас будет получается клиент api . gs не забываем дописывать расширение потом это нас возвращает promise поэтому пишем в н и здесь мы получим отделить клиент айтем и здесь у нас будет прописана логика в которой нас будет удаляться клиент сервера то есть мы будем вызывать функцию дэвид клиент айтем передавать в нее дата . айди этого клиента да вот и удалять также из дом дерева сам самого клиента документ . get element by айди со значением дата . айди и будем называть функцию . remove . сохраним перейдем в браузер у нас есть этот клиент нажимаем изменить удалить и он у нас удаляется он у нас удалился сразу же как как мы нажали на кнопку удалить клиента то есть я не нажимал на кнопку удалить самой модалки вот и нужно это исправить я забыл что у нас это действие вот это вода должна происходить при нажатии на кнопку из самой модалки то есть мы должны здесь обратиться к дэвид модул . у нас там есть дэвид модул дэвид и на нее мы на весь навесим обработчик клика и уже в этом обработчике клика у нас будет происходить логика удаления клиента сохраним добавим нового клиента чтобы у нас что-то было например какой-нибудь рандомный рандомными рандомными строками добавим клиента у нас добавился клиент захотел его например удалить с помощью кнопки изменить данные нажимаем удалить клиента у нас как и вот опять модалка удалить клиента и только при нажатии на кнопку удалить в этой модалке у нас произошло удаление клиента отлично у нас все работает и теперь мы сделаем так чтобы при нажатии на кнопки на крестик да и на просто пустое пространство у нас модалка также скрывалась добавим еще раз рандомного клиента при нажатии на пустое пространство и на крестик у нас она не уходит давайте это исправим перейдем опять файлик edit client то есть мы здесь напишем например у нас есть create форм create форм . у нас есть модул close наш крестик и на весь на него адамент листанер клик и у нас будет просто происходить чинь чинь точнее у нас есть edit модул у нас будет точка римов сохраним откроем модалку нажмем на крестик и отлично она у нас уходит и теперь сделаем то же самое чтобы у нас происходило при нажатии на пустое пространство то есть документ . адвент листанер клик и сделаем проверку если и . target у нас будет равняться edit model то edit model . remove отлично теперь проверим нажмем на модалку нажмем на пустое пространство и отлично она также у нас удаляется а теперь мы сделаем так чтобы при открытии этого модального окна у нас в наших инпутах появлялась имя фамилия отчество которое у нас написано здесь и появлялись контакты если они у нас были добавлены чтобы мы могли их изменять удалять или добавлять новое для этого мы перейдем опять в нашу функцию и здесь мы обратимся опять к нашей переменной create форм и у нее есть поле . input name и . value у у него будет равняться у него будет равняться data . name и также по аналогии мы заполним и другие поля create форм . input у нас есть surname . value у нас будет равняться data . surname и если мы сохраним посмотрим на нашу модалку у него теперь есть заполненные поля да и они равны имя фамилию отчеству которое у нас было в ячейке отлично теперь по аналогии также сделаем и для контактов то есть там нужно получить контакты из данных которые нам приходят эту функцию то есть получается мы создадим здесь цикл фор у нас будет контакт of data у нас там есть массив с контактами контакт и и здесь мы будем создавать инстанс от функции create контакт айтем create например контакт равно create контакт айтем вот и будем получать поля из этой из этого объекта получается create контакт . у нас возвращает контакт ней контакт нейм текст контент у нас будет равняться контакту из сервера точка тайп а кейт контакт . контакт input . валю у нас будет равняться контакт . валю то есть контакт это объект который мы получаем сервера вот и мы будем данные сервера этого клиента просто записывать в эти контакты если они были добавлены дальше мы будем обращаться к функции create форм . у нас там есть контакт блок и мы будем туда аппендить эти контакты . аппенд create контакт . контакт также мы будем для этого блока задавать сразу же стиль бакграунда который у нас там а должен появляться когда у нас есть какой-то добавленный контакт то есть также обратимся к этому блоку . стайл точка бакграунд колор у нас будет равняться переменной вар так у нас есть получается сеттингах должен быть колор а танц грей по идее да вот он копируем название этой переменной и у нас будет колор а танц грей отлично если мы перейдем теперь в наше приложение у нас нет никаких добавленных контактов давайте мы создадим нового клиента добавим для него имя и добавим для него несколько контактов например это будет телефон и например это будет email какой-нибудь рандомный email нажмем на сохранить у нас появились две наших иконки с этими контактами да мы немножко позже доведем до ума добавим для него отступы и тул типы делаем этого позже теперь если мы нажмем у этого контакта на изменить как мы видим у нас уже есть два добавленных контакта и их type и значения они равны тому что мы добавляли при создании да также мы можем например добавить новый вот и мы можем также удалить и кстати здесь нужно сделать не append нужно сделать припенд чтобы он у нас добавлялся перед кнопкой нажмем на изменить вот таким вот образом давай добавляем новый контакт и мы можем добавить уже новые контакты и можем даже удалить существующий контакт но если мы не нажмем на сохранить у нас конечно же они не удаляться потому что у нас логика с изменением на сервере пока что не прописано отлично так перезагрузим а теперь также мы здесь напишем проверку если у нас дата точка контакт контакт точка лэнд у нас получается равна 10 то create форм . у нас там есть этот контакт btn . класс лист то есть у нас есть model model btn такс btn контакт актив сохраняем то есть если мы сейчас добавим новый к нового клиента у него например будет 10 контактов раз два три четыре пять шесть семь восемь девять десять у него например 10 контактов напишу там какое-нибудь любое имя создам его вот у нас есть 10 контактов и если я нажму на кнопку изменить то у нас этой кнопки уже нет но если мы будут удаляем из их становится меньше то она у нас появляется отлично а теперь мы напишем обработчик submit на кнопку сохранить в модалке изменения данных на чтобы у нас отправлялся запрос на сервер с методом патч который будет частично изменять данные точнее изменения которые мы внесли и начнем мы с того что мы перейдем в файле clients api и здесь у нас есть функция create client и по сути изменения клиента и добавления нового эти функции они будут у нас очень похожи и поэтому я предлагаю сделать из одной функции функцию которая будет принимать у нас просто метод это будет или пост или патч и зависимости от него отправлять тот или иной запрос то есть мы переименуем эту функцию send client data эта функция нас будет принимать еще один параметр это будет метод вот здесь мы будем передавать просто метод который мы будем принимать а здесь мы будем с помощью шаблонных строк обратных кавычек делать такую тернарку что если метод у нас будет равен пост тогда у нас здесь ничего не будет то есть будет просто отправляться запрос на api clients иначе у нас здесь будет обж так точнее client точка айди то есть у нас будет происходить запрос патч по этому айтишнику и будет изменяться данные также для дополнительной оптимизации мы удалим эти консоль логи они нам не нужны нам здесь нужен просто запрос и и обердем это дело в блок трай кетч и по аналогии сделаем то же самое и с другими функциями то есть стоп 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 удалим эту консоль лог и так же обернем все это в трай кетч удаление клиента так же обернем в трай кетч отлично и у нас есть это client и здесь нам нужно переименовать функцию не create client а send client дата так send client дата эту функцию мы можем теперь удалить потому что я больше не существует с таким именем и вторым параметром у нас это получается создание и мы вторым параметром передадим строчку пост это будет метод то этот метод будет поступать получается нам вот сюда если это будет пост то у нас будет происходить просто создание клиента а теперь у нас есть этот client и мы напишем обработчик клика submit где мы будем передавать теперь патч и когда будет у нас патч он будет про подставлять теперь clients айди клиента иди точнее и изменяйте по этому и дешнику по этому и дешнику изменять данные клиента теперь мы перейдем файл этот этот клиент и здесь напишем create create форм точка у нас там есть форм напишем это вентриста нир садмит сразу же напишем и привет дефолт и также мы по аналогии и с добавлением клиента когда мы добавляли клиента до получим так получается конст получим все контакты которые у нас есть у клиента то есть все эти контакты то есть мы напишем конст контакт тайпс равно документ квали селектор ол контакт на им и конст контакт контакт валюс равно документ точка квали селектор ол контакт инпут точнее инпут вот также мы создадим здесь массив с контактами такс контакт такс контакт равно это будет у нас массив и создадим объект так что получается у нас клиент обж назовем просто клиент это у нас будет просто пустой объект и и дальше у нас будет происходить логика что мы будем брать наши контакты пассив с контактами контакт точка пуш будем пушить туда объект в котором у нас будет поле тайт и value но перед этим нам нужно создать цикл который будет у нас проходится по типам или по как бы массиву нод листу да который мы получаем то есть мы напишем цикл for это будет обычный счетчик let i равно нулю пока а и меньше такс пока а и меньше чем например контакт types точка land у нас будет происходить итерация цикла на каждой итерации цикла у нас будет пушиться в массив с контактами объект где type у нас будет равняться контакт types от i точка inner html и value у нас будет контакт values от i точка value и и дальше у нас будет заполнять заполняться наш объект client который мы создали мы будем создавать для него поля client точка name create форм точка так у нас есть input name точка value потом client точка точка input last name точка value то есть мы будем заново получать значение input of да если мы например их изменили вот и также мы будем создавать массив так поле контакт . контакт у нас будет равняться массиву контакт массиву контакт и мы будем здесь вызывать функцию которая будет у нас создавать отправлять запрос на сервер с методом патч то есть send client data мы получается здесь напишем send client data мы сюда передадим объект client перед и передадим сюда метод патч но здесь у нас он получает объект из объекта айди а мы здесь не передаем и айдиш ник и мы здесь делаем такую логику что мы здесь третьим параметром будем принимать айди который по дефолту будет равняться налу вот и мы здесь будем принимать тайги вот и здесь мы третьим аргументом передадим дата точка айди и теперь пойдем в браузер допустим я хочу изменить данный данного клиента нажимаем кнопку изменить удаляю например здесь контакты оставляя например три контакта или допустим оставлю два контакта это один у нас будет например email и один у нас будет например в к вот так же например извинил фамилию на на какую-нибудь другую пример на такую за имя тоже например из меню вот нажму на сохранить и если мы посмотрим да то есть у нас изменились эти данные также изменились контакты теперь у нас email и vk как мы здесь оставляли вот и это значит что у нас нормально отрабатывает логика изменения клиента если мы нажмем на модалку то теперь у нас будут данные которые мы изменяли да то есть при которой были при последних изменениях и также если мы посмотрим на время последнее время изменения то она у нас тоже обновилась время создания нас осталось прежним да и у нас обновилась время изменения отлично я думаю что на этом можно закончить следующей части мы реализуем валидацию полей формы и полей контактов вот у нас будет выводиться как на макете сообщения с ошибками да вот здесь вот вот и также мы реализуем следующей части тул типы для вот этих вот иконок как так же как и на макете вот такие вот тул типы всем спасибо за просмотр ставьте лайки подписывайтесь на канал тем пока тул типы